Судебная вещь власти полностью зависима от исполнительной власти. Бывший министр сельского хозяйства и бывший вице-премьер Казахстана 73-летний Болташ Турсумбаев, которого полиция дважды задерживала во время и после президентских выборов, недоволен судом. Он попросил признать незаконным определение районного суда, который ранее отказал ему в рассмотрении жалобы. Адвокат Турсумбаева считает, что районный суд грубо нарушил Конституцию. Вынесенное судьей Байбутаевым определение не может быть расценено иначе, как, безусловно, противоречащее закону, но и ограничивающее человека, который является не просто гражданским активистом, а одним из признанных лидеров демократического движения в Казахстане. И вот такими определениями в обществе поддерживается устойчивое мнение о том, что судебная система в Республике Казахстан призвана обслуживать политические вопросы и является органом, который прикрывает карательные действия полиции. После прения судья отправилась в совещательную комнату и уже через пять минут зачитала решение. Частная жалоба Турсумбаева остается без удовлетворения. Определение апелляционной инстанции вступает в законную силу со дня оглашения, является окончательным и оспариванию не подлежит. После оглашения судьи находящиеся в зале люди подняли недовольный шум. Сам болташ Турсумбаев считает, что решение по его жалобе было принято заранее. Первый раз Турсумбаев был задержан 9 июня. Затем 12 июня. После нескольких часов допроса его отпустили. Помимо Турсумбаева в день президентских выборов, а также в последующие дни, в Казахстане было задержано порядка 4 тысяч человек. Сотни граждан были привлечены к административной ответственности. По словам правозащитников, на самом деле число задержанных и осужденных гораздо больше. Протестующие подвергли сомнению результаты досрочных президентских выборов в Казахстане, а также потребовали честности избирательного процесса. Протестующие подвергли. Протестующие подвергли. Протестующие подвергли. Протестующие подвергли. Протестующие подвергли. Протестующие подвергли.